Я хочу не подказаться от услуги защитника, потому что я сам могу себя очистить. На скамне подсудимых 38-летний Наэль Сиафидинов. Мужчина обвиняет в убийстве своего знакомого 5 ноября минувшего года в одном из домов на улице Бирюсово, это в поселке Константиновка. Там четверо мужчин после рабочего дня распивали алкоголь. Они трудились отделочниками, объект был неподалеку. Когда спиртное закончилось, один из них, кто более-менее твердо держался на ногах, пошел за добавкой. Вернувшись, обнаружил окровавленные тела жильца дома, где пили. Остальные были у него в гостях. Мужчин задержали. Два его товарища были настолько пьяны, что не до конца осознавали происходящее. Причем один из них, когда приехали сотрудники Росгвардии, вообще спал в одной комнате с телом собутыльника. А все отпечатки с ножа, которым и убили мужчину, были стерты. Он тоже ничего не видел. Ну так. Ты ничего не видел? А ты с одином бежал, что не видел? Нет, он ничего не видел. Может, ты меня отпустишь? По мнению следствия, когда один из мужчин ушел за добавкой, Наэль Сеофединов поссорился со своим 45-летним товарищем. Он схватил кухонный нож и нанес им четыре удара в шею потерпевшему. Раны оказались смертельными. Он скончался на месте. А сильно пьяный Сеофединов просто уснул рядом с телом убитого человека. Характеризуется по месту жительства отрицательное. Скорее, что создает конфликт с творчеством. Раневались, не уступали жалобы. После задержания мужчине предъявили обвинение по статье убийства. Своё вину признают лишь теоретично. Сегодня на судебном заседании были исследованы письмами доказательства. Однако процесс поддела пришлось отложить. Предыдущее судебное заседание было отложено в связи с неявкой свидетелей. Участники процесса посчитали, что рассматривать дело без их участия нельзя. Впрочем, свидетели не явились и на это заседание. В связи с этим в суде было принято решение об их принудительном приводе в зал заседания на 19 апреля. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.